А зачем мне, например, если у меня их нет, дворец, дом, квартира, когда можно сразу с ними родиться? Есть же по наследству еще что-то. Если кто-то родился, уже сразу пять квартир. У бабушки было восемь из квартир, она в Москве умерла, все по наследству досталось. У дедушки было семь из квартир. Или принцем ты сразу родился в арабском, там у тебя сразу пара островов во владении. И зачем так надрываться, если можно сразу родиться с тем, что тебе надо? Раз у тебя что-то нет, может тебе это не надо? Или ты все-таки должен потратить свою жизнь, прийти к успеху, завоевать то, что у других и так есть? Вот такой, кстати, философский вопросик. И вот этот вот наш антигерой встал на эту тропу. И что бы вы думали, он что, переживает за эту учительницу? Он вот написал сочинение и все, и забыл. Потому что сочинением он развязал лямку, как я уже в предыдущих частях рассказывал. Сорвался на сочинение этих опять баек. И пока он вот это исследовал вопрос про тайну исповеди, про Османскую империю, про султана, все это я уже рассказал вам. Его это так тема увлекла. Он понял, что самые слабые люди в церкви это вот молоденькие, еще неопытные священники. И им такие вопросы сложно решать. Ну, например, к ним пришел на исповедь преступник, рассказал о своем преступлении. И получается, по понятиям священник не может это пойти рассказать, там, полицию, еще что-то. А ему, например, рассказали, да, что, ну, я, допустим, пришел к священнику и говорю, так и так, я вот завтра собираюсь того-то пойти и убить. И священник сдать меня не может, заложить меня не может. И этот вот барон Мюнхгаузен, так скажем, куржский, да, балтийский барон Мюнхгаузен, Он уже лежит прям и смакует, предвкушает, как он придет на исповедь к молоденькому священнику. Он уже после работы по пути домой заходит в разные церковки, приходы, смотрит, приглядывается, где самые молоденькие, неопытные священники служат. Вот, ну, приход их там, да, небольшой какой-нибудь. И он хочет прийти на исповедь и такого наговорить. Пока эта учительница, все, что я вам рассказывал, страдает, Екатерина Петровна, муки там переживает, экзистенциальные. Он уже грезит новым приключением. Но он уже ищет не на внешнем плане, не как там Федор Конюхов дерзит на Эвересте, по этим всяким, пересекает океаны, там, Антарктиды. А он вот такими, он уже в мире мыслей, на мысленном плане, приключения, путешествует. И он представляет, как он придет к молодому священнику. Он продумывает разные варианты. Вот одна из его версий, расскажу вам, чтобы все же версии не расскажешь, его мысли. Одна из версий у него такая, рабочих. Вот, он приходит, и слово за слово, так мягко, этому молоденьку священнику, ну, там они накрылись, да, сидят там или как там рядом, и он ему в уши вливает, как вот этот, как дядя Гамлета, отцу Гамлета, вот эту, там, белину или что он влил я, да, вот так же вливает. Он, по-любому, фанат Макбета, пьесы Шекспира, Макбет, Гамлет, экзистенциальные вещи. И он вливает ему в уши, что недавно он познакомился с хорошими ребятами такими. Хорошие они, потому что очень сильно в Бога верят. Но они не православные, и вообще не христиане. Но вы же сами знаете, батюшка, что бывает, что человек и крест носит, да, а сам, ну, вообще, вот только что и носит крест, ведет себя как нехристь, хотя и крещеный, и православный, и крест носит на груди всегда. Прям с этим крестом и совершает все эти деяния, и что только в сауне там не делает. А это настоящие, вот хорошие ребята, прям верят в Бога. Не нашего немножко, не православного, но, говорит, какая разница, вот в силу их веры меня впечатлило, хорошие ребята. И так, зная слово за слово, все подводится к тому, что с этими хорошими ребятами он планирует уничтожить город, ну, теракт. Он рассказывает, потому что он фанат этого сериала «Во все тяжкие», где химик, пожилой амфетамин готовит, чтобы семью свою обеспечить. Метамфетамин варит и становится потихоньку главой наркокартеля нового, крупным игроком в этом бизнесе. Так, окей, сообщение какое-то на телефон пришло. И он говорит, я химбио заканчивал, батюшка, ну, химбио, химико-биологический факультет, поэтому я им помогаю, чисто по научной теме. Мне это вопросы религии, как бы, я почему и к вам и хожу, я человек православный, мне это все вообще неинтересно, их вера. Просто уважаю их искренность, порыв. А помогаю, просто хорошие деньги, нормальное химическое оружие, биологическое оружие. И вот сейчас, в принципе, терактик будет такой. Может, на полгорода его хватит, может, на город, чтобы вынести все. Все умрут, целый город умрет, в котором он исповедуется. Ну, он говорит, мы с этими ребятами немножко повздорили, ну, спор зашел. То есть, когда, допустим, неважно, полгорода или город умрет, получается, это же, ну, мы же тому причина, да, мы-то ясно все, как бы, плохо поступили. А для них это, получается, как несправедливость. Вот заслуженно или не заслуженно. То есть, в данный момент, пока еще мы не совершили это все мероприятие, этот теракт, получается, в наших все руках. Если не сделаем, так они, получается, значит, не заслужили этого. Если сделаем, они заслужили это. Или это вот какая-то невинная, как бы, ну, несправедливость такая космическая с ними происходит, которую потом как-то вот высшей силой им, ну, то есть, Бог им компенсирует. То есть, может быть, даже они сразу в рай, да, ну, это я читал, как у викингов, да, если погиб на поле боя, сразу в рай. Все там, девушки, гурии, вино. И вот мы с ними заспорили, то есть, да, я, я вот, есть, я вообще на самом деле, батюшка, в эти дела не вмешиваюсь, я арбитр. У них, у них там, половина считает, что это даже им в плюс пойдет, людям. А другие говорят, что ни в плюс, ни в минус, просто нейтралочка. И даже, а третья группа говорит, да, они это заслужили сто будов. А я вот такой арбитр. Они, потому что по своей вере не могут пойти с вами посоветоваться. Они вообще вас терпеть не могут и не уважают. А я, как бы, вот пришел, вот хочу узнать, ну, ваше мнение. Не мнение, а как на самом деле. Вы же представитель, как бы, церкви. Рассудите, объясните, вот, православную точку зрения на этот момент. Все нюансы. И он же так мягко стилит, что этот молодой священник, он просто охреневает. Потому что по понятиям он настучать на этого не может. Но по понятиям же священник обязан, если такое знает он, о каком-то там, в лучшем случае убийстве, а тут тем более массовом, о каком-то преступлении, которое вот-вот свершится, он обязан предпринять какие-то действия. Ну, в случае, если я, допустим, тот, кто исповедуется, собирается убить кого-то, то священник может как поступить? Косвенно как-то вот, не раскрывая имени того, кто исповедился, косвенно предупредить жертву, шепнуть, как-то помешать этому. Ну, как-то так. Этот же пока его обрабатывает, а священник, он же малоопытный, и ему приходится на ходу думать, как изменить. Потому что он должен, во-первых, предпринять все, что можно, чтобы человека вразумить и заставить отказаться от этих плохих намерений и покаяться. И только в случае, если это не получится, ну, это, конечно, эпик фейл, провал священника, то надо что-то дальше будет предпринять, какие-то действия, все, что в его силах. В тяжелых ситуациях посоветоваться там с высшим священством, духосвященством, как там называется, не знаю. Так, дятел там стучит, где-то. Вот, посоветоваться. И он пытается, пытается, а этот же так все продумал, понимаете? Ну, это он, на самом деле, сейчас на диване лежит, да, он представляет уже, предвкушает. У него есть там пару жертв. То есть он прям вот как в сериалах сейчас модно про маньяков, что маньяк выбирает жертву, а потом еще коптит ее мысленно, там, мечтает, фантазирует, рисует что-то, как он все это сделает. И так этот лежит на диване. Уже вот он прям катится в черную магию, вот в дукпо, в колдунов все черных, тибетских. Ну, дукпо на тибетском наречьях, как это называется. И он лежит и думает, да, вот этот священнище, как он, он же будет мучиться. Как это остановить? Как этому помешать? Нужно какую-то информацию, да? А этот также заранее все продумал и мягко так стелит, что никакой информации. То есть он специально священника загоняет в такой угол, из которого можно выйти только если настучать, настучать на этого Минхаузена, то есть раскрыть его имя, фамилию, чтобы все ниточки к нему вели. То есть если батюшка пойдет, скажет там, ну, спецслужбам, например, так и так, был у меня, короче, сегодня клиент, вот, из-за тайной исповеди я не могу раскрыть, кто это, и никаких намеков дать, но готовится теракт. Ну, это хорошая информация, ну, в городе, ну, уже это неплохо, да, что в этом городе. Но это же наш хитрый, тут городов-то в области немало разных. Он так специально стелил, что непонятно в каком городе. Вот в этой, там, мало ли. Я тут, мол, проездом. Ну, все равно какая-то информация, а что за теракт, какого рода, ну, как, может, какие-то фамилии, что, какие группы. А там священник, когда он сейчас этого не понимает, потому что этот Мюнхгауз, он же очень сильно этот скилл прокачал. И он знает, что когда священник придет к спецслужбам, он поймет, что он ничего не знает. Ну, есть такие эффекты у мошенников. Вот чуть-чуть в сериале Лосс Сойер рассказывал, когда там обманываешь людей на покупке, да, поддельного золота. Надо там на нос наклеить, чтобы у тебя перебить. Потому что когда человек в этой ситуации, он там золото как купить, а когда он поймет, что его накололи, и в полиции скажут, а как выглядел подозреваемый? Как выглядел этот бандит, этот мошенник? Все, что человек вспомнит, что у него нос был перебит. Потому что какая-то броская деталь, он ее и запомнит. Так и этот, он же прокачался, и он так стелит, что когда священник придет, он поймет, что он ничего не знает, кроме имени этого мужика. Потому что имя он сто раз повторил. У него в голове только имя, и что будет, жесть какая-то массовая. А где точно он не знает, как, ну какие-то общие совсем такие. Вода, пойди туда не зная куда. А вот он же предвкушает, как священник будет мучиться, что вроде получается, а слей информацию, да, скажи имя, такой-то, такой-то, сейчас мы пробьем по базе, найдем, допустим. Потому что он так этот Минхаузен во время исповеди не просто свое имя сказал, мало ли он его выдумал, он еще и паспорт показал. Ну тоже мягко как-то это подал, мол, так и так, да я человек русский. Вот смотрите, у меня даже в паспорте это есть. Или какой-то прикол в паспорте показал. Потому что и даже в паспортах бывают приколы. Например, у меня приколы. Штамп стоит, брак зарегистрирован. Все, пустой штамп. Просто стоит. Ну и на страничке, где военкомат, то же самое. До того еще, как я отслужил, поставили, что я уже военнообязанный. Потом этот военкомер понял, что он напорол лажа, что я же призывник, зачеркнул ручкой крестиком, поставил призывник. Ну в общем, клоу надо. Бывают приколы. И вот он под видом какого-то прикольчика показал еще и свой паспорт, что-то все так и есть. Загнал в угол. Получается, каков смысл рассказа? На примере антигероя мы видим, до чего может довести вранье. Такое вроде как сказочное вранье. Я же не просто кого-то обманываю. Я просто истории такие вот выдуманные рассказываю. Вот так вот со мной, мол, случилось. Приукрасил там. И людям же это интереснее будет послушать. Одно дело театр. Мы знаем, что это театр, что это постановка. Кино тоже самое выдумано. А другое дело, когда тебя в жизни так дурачат. Но и даже в этом нет ничего страшного. Тут от самого человека зависит, какой он путь заберет. Это его проблема, что он скатился вниз. Человек, видимо, униженно себя чувствовал. И вот понравилось ему самоутверждаться за счет других. А кому не нравится? Тут надо держать ухо во строй. Как я говорил, душа это же стабилизатор. Чтобы этого не происходило, надо сознательно к ней относиться. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Иначе это вообще... Она вас в ад и заведет. Вот благими намерениями это душа мыслит. Ну душа, психика, это можно равенство поставить. А вот глубинный смысл этого рассказа получается об этом, о душе. На нее и воздействует. Даже любой колдун, неважно, он силой мысли работает или чего, он воздействует всегда на душу, на психику. На дух ты не можешь. Ну это тоже терминология, да? Ну будем это использовать такая традиционная уже. Дух, там душа, тело. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Все злодеи в русских сказках, они когда это говорят, они же на самом деле уже понимают, что, блин, сейчас задница будет. Представляете, приходите вы себе в избушку, да? Вы там колдун, злодей, дичайший. И пахнет русским духом. Это такая проблема. Сейчас вот этого Ивана можно так отгрести, что весь бизнес накроется, вся карьера тазиком полетит. С душой, потому что легко можно справиться. И вот этот же Мюнхгаузен, как сочинение закончил? С стихотворение, да? Храни меня мой талисман. И вот там есть такая строка хорошего Александра Сергеевича, который тоже передает весь этот нюанс. Священный сладостный обман души волшебное светило. Оно сокрылось. То есть и облаками закрылось. Было и исчезло. Оно сокрылось, изменило. Храни меня мой талисман. Так вот вы можете сказать, так это Александр Сергеевич, а женщине же говорит. Она души была волшебное светило. И свинтило. И вот этим я и хочу закончить цикл передачи «Как я сжег лес» на такой высокой ноте. Поговорить о равенстве понятий таких, как душа и женщина. Особенно в мире поэзии. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен в битве Николая Заболоцкого с Самаром Хаямом. Будет у нас дуэль, наверное, в передаче «Фонарь диаген». Душа, она равно женщине. Вот чем хороша, почему так вкусна суфийская поэзия. Если вы знаете, Амар Хаям, наверное, любимый мой поэт. Есть такие наивные люди, кто думает, что он действительно пил, что его рубая четверостишая о женщинах, с которыми он хорошо проводит время, и вине, что это о женщинах и вине. Но это, конечно же, не так. Это суфийские символы. Вино – это символ. Ну, на русский язык я не знаю даже. Потому что сказать «божественное опьянение», «опьянение жизни» немножко неправильно. Потому что это не опьянение. То же самое в дзен. Есть вот 10 этих картин, 10 быков дзен. Там финальное, какой-то мастер догадался. Их раньше 8 было. Последнее было типа просветление. А потом догадался он. Там идет мастер с бутылкой, как будто пьяный. Ну, потому что он на самом деле не пьяный. Это у него такой символ слияния с бытием. Он уже само бытие, такое опьянение жизнью. Но это то опьянение, от которого ты все трезвее и трезвее. То есть трезвость уже вставляет, с ней ничто не сравнится. Ребята, там как у Амархаяма, ну и других суфьев. Если там виночерпий, виночерпий, кормчий, это Бог, Аллах, наполни чашу. Там кувшин – это ум, поэтому там постоянно кувшин разбивается, разрушается, в пыль стирается. Из чаши пьют, понятно, дополна наливают ее. Меня осушают. Чаша, можно сказать, символ сознания. То есть тут интуитивно все понятно. Вот в чем крутость, конечно, суфийских поэтов. Все интуитивно понятно. И даже если непонятно, стихи получаются классные. Здоровье. Потому что там женщина показана как надо. То есть там возлюбленная, он с ней пирует по-царски вместе. Как со стихиями такими природными. Все, вино, наслаждение жизнью. Я с подругой, и чашей вина не разлучен. Чтобы так и проснуться на страшном суде. Ты тут по-царски. Обалденные стихи. А в западной культуре, почему будет битва Николая Заболоцкая, именно с Амархаяом. У него, он, дело не в самом Заболоцком. Он стихотворение написал. Оно называется «Не позволяет душе лениться». И вот здесь Николай просто сам того не подозревая, все тайны своего подсознания вскрыл. Ну, просто первое четверостишее всего лишь зачитают. Слово «душа» я заменяю на «жена». Не позволяй жене лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Жена обязана трудиться и день, и ночь, и день, и ночь. Если, конечно, Николаю сказать Заболоцкому, что ты же понимаешь, что ты это, о жене пишешься, о женщине. Ну, он не виноват, это в целом западная культура, он же дитя, правильно? Это же как горшок глиняный. В какой ты культуре родился, так тебе и залепят, как дети Маугли. Кто попадает, теряется, звери их выращивают, все. Человек навсегда потерян. Назад дороги нет. Поэтому культура – это просто сила. Амархая, вот это я понимаю. Тем более, знаешь, что пишет-то он не о вине, да? Это суфийская кодировка. «Среди гурий прекрасных я пьяный влюблен». «Ха-ха, ешь, пей и селись». Типа Амархаям таким был. Знаешь, его до своего уровня чмо просто опустить. Многие за это и любят Амархаяму. Думают, он такое же чмо, как они. А это великий человек был. Он такие алгебраические уравнения решал. До них, по-моему, математика только в 20 веке, что ли, дошла. Я уже не помню, когда. Вот календарь, которым мы сейчас пользуемся, календарь, его создал Амархаям. Не он один их, их там, султан или кто этот, шейх, как у них, шах. Вызвал четырех там ученых. Амархаям в этой команде был. Они вчетвером, он им дал задачу сделать новый календарь. Был же какой-то. Или там у конкурентов возник в других. Это ж Персия, вот все эти арабские страны. Это ж такое время одно было сосредоточие науки, поэзии. Прокачанными астрономами были. Сделали этот календарь. И с тех пор его, вот я читал ученые, ну там, на несколько секунд, что ли, ну, может быть, на минутку там уточнили. Это тысячу лет назад. Тысячу лет назад сделали календарь, по которому мы прямо сейчас живем. В плане астрономического, вот как там что. Астрономы были крутые, и вот такая личность Амархаям. И стихи у него прекрасные. И после таких, да, среди гури прекрасных, я пьяный влюблен, после этого, представьте, жена обязана трудиться. И день, и ночь, и день, и ночь. А дальше там еще хлеще. Так что смотрите битву Николая Заболоцкий против Амара Хаяма. До новых встреч. Алоха Гавайи, ребята. Редактор субтитров А.Семкин